Хочу поделиться с вами вкусным и быстрым рецептом, как приготовить десерт из слоеного бездрожжевого теста и вишен. Такой татин можно приготовить из яблок или груш, будет не менее вкусно. Расскажу и покажу, как приготовить десерт из слоеного бездрожжевого теста. Это чудесное просто лакомство, которое можно готовить на скорую руку к приходу гостей или просто любимым родственникам. Вкусно и быстро, залог успеха. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте необходимые продукты для десерта. Тесто достаньте из упаковки, дайте ему разморозиться при комнатной температуре. Из вишен извлеките косточки, откиньте их на сито, чтобы стек лишний сок. На сковороде растопите сливочное масло с сахаром и, помешивая, приготовьте светлую карамель. Добавьте к карамели вишни, постоянно помешивая, обжарьте их, следите за карамелью. Если ее пережарить, то с вишнями соединить будет сложно, все это нужно делать на медленном огне. Ставим лайк и подписываемся. Возьмите порционные формочки, вырежьте тесто по диаметру чуть больше, чем форма, обязательно вилочкой сделайте проколы, чтобы тесто во время выпечки не вздувалось. Разложите вишни по формам, включите духовку прогреваться на 230 градусов. Накройте тесто ягодами так, как на фото, как бы подоткните его как одеяло, поставьте формочки в духовку на 12-15 минут. Десерт готов, не спешите извлекать его из формочек, дайте ему немного остыть, потом накройте блюдечками и переверните. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Такие продукты будут нужны. Слоеное бездрожжевое тесто, 250 грамм, вишня, 300 грамм, сливочное масло, 1 столовая ложка, сахар, 4 столовые ложки, количество порций, 4. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Следите за новыми видео на канале, и всем пока.